Всем большой привет! Вы на канале Семена Партнер, с вами Виталий Декабрёв. Сегодня хочу поговорить о нитратах и о том, какие овощи больше всего накапливают вредные вещества для нашего организма. Присоединяйтесь! Во-первых, давайте разберемся, что такое нитраты и почему их может быть слишком много в нашем урожае. Главная причина, по которой растения накапливают большое количество нитратов, вредных для нашего здоровья, злоупотребление азотными удобрениями, причем не только химическими минеральными. Многие фермеры, которые выращивают овощи, используют минеральные удобрения, зачастую невысокого качества. Закупают мочевину для подкормок большими мешками, чтобы получать сверхприбыль. Поверьте, я много помотался по стране и видел своими глазами эти удобрения. При этом они действительно свято верят в то, что их продукция безопасна для здоровья. Ведь все дозы и количество подкормок соблюдены. Лично я в этом не уверен. Однако содержание нитратов может быть завышено и в плодах, которым не давали минеральные удобрения. Разбираемся по порядку. Что такое нитраты? Это соли азотной кислоты. И получить их можно как химическим способом, так и в процессе разложения органики. В итоге получаются все те же нитраты, но в первом случае к ним добавляются еще и вредные побочные вещества. Во втором их нет. И именно нитраты употребляют растения, так как они легко растворимы в воде. Далее идет сложный химический процесс, который обязательно должен быть закончен. Нитраты превращаются в нитриты, аммиак, аминокислоты, белки. Именно так растения и строят свое тело. Чтобы этот процесс был закончен, нужен ряд условий. Свет, вода, кислород, углекислый газ. Если хотя бы одно звено этой цепочки даст сбой, то активного синтеза белка не будет. Именно по этой причине в растениях остаются непотраченные нитраты, которые могут накапливаться. Постоянное употребление в пищу таких плодов для организма человека крайне токсично. Попадая в наш организм, в чистом виде нитраты преобразуются в нитриты, соли азотистой кислоты, которые и представляют угрозу здоровью. В малых количествах нитраты постоянно присутствуют в организме человека, как и в растениях, и не вызывают негативных явлений. Все беды начинаются тогда, когда нитратов становится слишком много. Если растению не хватало света и влаги, оно вытягивается, делается хилым. Именно тогда и возрастает вероятность повышенного содержания нитратов. Ну и конечно, если мы переборщим с удобрениями, минеральными или даже навозом, велика вероятность получить вредные для нас продукты. Стоит иметь в виду, что растения обладают разной способностью к накоплению нитратов. Более всего склонны к нему зеленые культуры. У листовых овощей нитраты накапливаются в основном в черешках и жилках листьев. В оболочке моркови нитратов меньше, чем в сердцевине. Их больше в верхушке, ближе к листьям, а также в самом хвостике. Кстати, в нашинкованной моркови нитраты быстро превращаются в нитриты. Максимальное количество нитратов находится в кочерыжке и верхних листьях белокочанной капусты. В квашеной капусте первые 3-4 дня идет бурное превращение нитратов в нитриты, поэтому есть малосольную капусту нужно не раньше, чем через неделю, потому что далее часть нитратов перейдет в рассол, который, как вы уже, наверное, догадались, пить нельзя, если капуста была покупная. В плодах кабачка и огурца содержание нитратов уменьшается от плодоножки к верхушке, а у патиссона – от поверхностного слоя к сердцевине. У дыни и арбуза нитраты сильнее накапливаются ближе к корке, особенно в незрелой части. Свекла – чемпион по накоплению нитратов. Лучше срезать верхушку примерно на четверть и хвостик. Меньше всего содержится нитратов в луке, помидорах, баклажане, перце, зеленом горошке. Меньше всего нитратов бывает в средних по размерам плодах разных видов овощных культур. Интересный факт – растения, пораженные вредителями или болезнями, накапливают нитратов больше, чем неповрежденные. Овощи последних сборов содержат меньше нитратов, чем первые. Продукция, собранная утром или вечером, содержит в два раза меньше этих веществ, чем та, которую собирают в другое время суток. Чтобы содержание нитратов было в норме, создавайте растениям хорошие условия – регулярные поливы, незагущенные посадки, правильное регулярное питание и проветривание теплицы. Не гонитесь за рекордными урожаями, делайте ставку на экологически чистую продукцию, повышайте уровень агротехники. Если вам все же приходится покупать зелень и овощи на рынках или в магазинах, то в домашних условиях можно провести мероприятия, после которых снизится количество нитратов. Перед употреблением зеленых культур – укропа, петрушки, салатов – замочите их в воде минимум на 15 минут. Это снизит содержание нитратов на 15-20%. Зелень перед употреблением хорошо бы поставить в стакан воды на прямой солнечный свет на 1 час. Очищайте кожуру овощей и фруктов. Перед приготовлением нарезайте овощи и два раза выдерживайте их в воде комнатной температуры не меньше 10 минут. При варке корнеплоды теряют часть нитратов, но имейте в виду, они никуда не деваются, а переходят в отвар, поэтому лучше слить отвар горячим, иначе при остывании часть нитратов вернется, а часть останется в бульоне. И лучше перед тем, как закладывать в супы картофель, морковь или свеклу, предварительно отварить их в другой воде. Хранить овощи и фрукты лучше всего в холодильнике, так как при температуре плюс 2 градуса невозможно превращение нитратов в более ядовитые вещества – нитриты. На сегодня у меня все, надеюсь, эта информация была для вас полезной. С вами работал Виталий Декобрев, если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал Семена Партнер, а также добавляйтесь в нашу группу в Инстаграм Семена Партнер. За семенами и товарами для сада и огорода приглашаю вас в интернет-магазин Семена Партнер. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин